Тихон, Тимофей, Филипп Дзятко 3 На филе программы Дзятко 3 здесь ее ведущий Тимофей Филипп и Тихон Дзятко. Знаешь, твоя пламенная речь, посвященная Патриарху Кириллу, отсутствие лицемерия, которое в нас должно быть, и фарисейство, которое в тебе и которое быть в нас не должно. Но просто отвечая на твою мысль, я тебе скажу, что я очень рад, если ты так внутренне свободен, что ты можешь оценивать, кто прав и кто виноват. Есть огромное количество людей на просторах нашей необъятной Родины, которые, что ему скажет батюшка в церкви, то он и будет воспринимать. Если ему скажут, что черное-белое, он будет считать, что черное-белое. А если ему скажут, что красное-то круглое, то красное сразу станет круглым. Правда, но можно? Нет, пока нельзя. И поэтому в тот момент, когда ему говорят, что эти люди такие сякие и должны сесть на 7 лет, и читают это в письме, он ровно так это и воспринимает, не пытаясь задумываться, что на самом деле эта история значительно сложнее, изначально значительно проще. Почему это? Почему это не додумывается? Потому что посмотри, там, комментарии в блогах в большом количестве и так далее. К сожалению, проповедь церковная, мне кажется, она работает как телевизионная пропаганда. Он запрещен тебе вопрос задать. Когда ты последний раз был на церковной проповеди? Неделю-две назад. А до этого? А до этого не помню, неделю-четыре назад. Мне кажется, ты редко бываешь на телевизионной пропаганде, и немного неправильно осуждать каждую конкретную церковь, мазать всех одной краской. Слушай, я не являюсь честным. Это нечестно. Я сразу же сказал нечестно. Хорошо, а я не... Просто неправильно. Слушай, а я считаю правильным. Ну неправильно. Неправильно всех осуждать. Ты знаешь историю про письмо, которое... Я не осуждаю. Кто никого не осуждает? Ты можешь. Можно? Мы здесь занимаемся тем, что осуждаем. Нет. Речь идет о том... Господи, я не знаю, что начать. Речь идет о том, что в какой-то момент... Давай, вот, конкретно тебе пример. Ты наверняка был на этой службе, когда по многим московским церквям было прочитано письмо, которое предлагалось подписать всем верующим, осуждающим, пусть сирает. Ты был на этой службе? Мне кажется, это было в тот день, когда я пришел со своей критикой со Софией на службу, и письмо не читали. Нам повезло. Ну вам повезло, а многим не повезло. Так вот, речь идет о том, что огромное количество людей, а вынуждено читать это письмо, были... Слушать, как читать. Ну, во-первых, читать священники, которые могли не разделять это мнение, а могли разделять. Но у них есть специальный, вообще-то, момент во время богослужения, проповедь, общение, разговор с пришедшими во время этого общения. Они могли сказать совершенно другие вещи. Может, они считают, что пусть сирает... Они могли не прочитать. Кто-то прочитал, кто-то не прочитал, кому-то угрожали после того, как он отказался читать, и так далее. Мы много про это говорили. Это, во-первых. Во-вторых, я, условный я, пришедший на богослужение, слушаю это, и дальше я должен принимать какое-то решение. Правильно? Правильно. Так вот, когда... Если ты помнишь историю про то, как в Храм Христа Спасителя приходили люди и стояли в очереди прошлой зимой. К поясам. К поясам. К поясам, да. К поясам, да. Это тогда уже стало понятно, и тоже, на самом деле, очевидная вещь, о чем тут спорить, что церковь единственный работающий, огромный институт страны, который может в один момент сказать, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы сейчас все встаем, едем в Москву, в плане пояса Богородицы. Мы сейчас не говорим о том, что в соседнем от храма Христа Спасителя храме хранится частичка этого пояса, куда ни один человек в очередь не выстраивается. Но мы все едем вот туда, а потом мы поднимем вертолет и всех туда положим фрагмент этого пояса, и все таким образом благословим. И стало совершенно очевидно, что вот эти трехдневные очереди, трехнедельные, я не знаю, сколько все это продолжалось, в которых участвовало огромное количество людей со всей страны, не только Москва, не только подмосковные города, это в состоянии поднять такие толпы только один институт в стране, Российская православная, Русская православная церковь. — Не, не только. — Да только. — Нет, почему? Ты посмотри результаты выборов. Сколько там? 64%? Больше 60%? — Ну ладно, мы с ним снова сравнивали. — Может, тоже поделись и пришли, проголосовали за одного кандидата. — Ну хорошо, но когда мне сказали, придите, 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 когда-то на митинг, там никто не пришел, потому что смешно. — На митинг нет, на выборы не приходили. — На поклоны горы пришло меньше. — Конечно, людей приходили. Тимон, мы можем сейчас цепляться за слова. — Нет, не цепляться, просто я считаю, что еще они не стоят. — Так вот, я не считаю, что есть другие институты, более влиятельные в смысле конкретного общения с конкретным человеком, глаза в глаза, еженедельным, а может быть, ежедневным, по всей стране, в голове которого стоит один конкретный человек, вместе со своими подчиненными. — Это патриарх Кирилл. — Не согласен, я бы совершенно. — Другого такого человека нет. Есть телевизор в лице Владимира Путина. — Он самый, да, еще один конкретный человек. — Хорошо, второй человек. — Вот, я об этом говорю, да. — Договорились. Два человека. Путин и патриарх Кирилл. — Так вот, институт один. Русская православная церковь. — Нет. А Путин нет своего института? — У Путина нет своего института. — У института исполнительной власти, я не знаю. — Нет, нет, извините, это института Путин, Владимир Владимирович. — Ладно, друзья, это интересный спор, но мне бы хотелось немножко про более важное сказать. — Хорошо. 15 работающих институтов в стране. Медики всей страны выйдут в тот момент, когда им скажет министр здравоохранения, вы к чему мысль. — Мысль моя простая, в том, что в какой-то момент этот огромный, невероятно мощный и влиятельный институт стал использовать свои ресурсы, возможность общаться и говорить с человеком о Боге каждый день, о чем-то страшно личном и всегда, ну как бы ничего, ближе не придумаешь, да, чем разговор о Боге, о душе. Так вот, они стали использовать этот невероятный ресурс в своих или не в своих целях. Например, в целях карательных наказать каких-то четверых, пятерых, шестерых девочек, которые надели на себя шляпы, шапки и что-то там спели. И вдруг вся эта машина сказала, не пяди врагу, а ту. И по церквям в Москве люди, которые, я знаю нескольких священников православных, которые, которые совершенно другое мнение по поводу этого поступка, они могут быть, они могут считать, что их надо наказать, там, не знаю, убраться в церкви. Или они считают, что нужно их просто отпустить и забыть про это. Или еще что-то. Или они могут считать, что эти девушки показали на очень тяжелые и реальные проблемы, существующие в русской православной церкви. И они молодцы, эти девушки. И давайте эти проблемы решать. Так нет же, эти вот священники вынуждены быть винтиками в огромной системе, за которую они вынуждены отвечают. Слушай, здесь на самом деле интересно то, что ты говорил про Путина. И по-хорошему эти два института, они похожи по системе, как это называется, общения с, ну как это называется, коммуникации с паствой, да, абсолютно. Абсолютно. Здесь у тебя первый канал, здесь у тебя проповедь. И ты в том случае, если у тебя нету других альтернативных мини, например, если у тебя нет интернета, или у тебя нету каких-то других священников, которые тебе предлагают другой взгляд, то ты это воспринимаешь на веру. Все, так и есть. Тебе говорят, это черное? Хорошо, черное. А здесь тебе говорят, это белое. Ты говоришь, хорошо, я понял, что белое. И все. И на самом деле ничего... Это выглядит не очень хорошо, потому что мне кажется, что церковь должна быть значительно более гибкой, чем она выглядит сейчас. Но хорошо бы, Бог с ней с церковью, давайте ко второму институту, да, о котором ты говорил, про выборы. Не прошло месяца, и снова у нас выборы в России, которые всеми обсуждаются в Ярославле, в... Тоже, еще, чтобы усилить связку двух тем, скажу, что у человека всегда есть выбор. Вот он пришел в церковь, там ему зачитали эту галиматию, и вроде там священник не изобразил того, что он это делает из-под палки, а изобразил искренность, ничто не мешает человеку взять и уйти из этой церкви. То же самое и здесь. Выборы. Ты приходишь на участок, ты можешь поставить галку за того, про которую тебе долго рассказывали по телевизору, а можешь зайти подумать, ну, может, тебе стоит твоя галочка или нет. Не, ну, просто... Да, можешь. Вот, я об этом. Это было укрепление связки двух тем. Ну, так себе укрепление, потому что у тебя нету просто еще одной клеточки, куда галочку ставить, и все. Но суть не в этом. Выбор всегда есть, мне кажется. Нет, не всегда, но неважно. Суть в том, что в воскресенье в Ярославле проведет второй тур выборов мэра города. В первом туре неожиданно для многих победу одержал человек по имени Евгений Урлашов, который набрал более 40%. Это независимый кандидат. И, соответственно, его ближайший соперник, которого поддерживает и Ярославский губернатор, и партия «Единая Россия» правящая по имени Яков Якушев, он получил чуть немногим более 25%. Да, Ярославль теперь такое место... Оплод. Да, место нового паломничества. В хорошем смысле слова. Что-то у нас все время сегодня церковное... Ну, мы так хотели просто, да. Мы не хотели. Катриар Кирилл спадал. Да, спадал. Так вот, это довольно логично. В Ярославле сейчас едут где-то огромное количество людей из Москвы, да и из других городов, у которых уже есть опыт наблюдателей. Они едут помогать, следить за тем, как пройдут выборы. Конечно же, выборы, конечно же, работа наблюдателей, так же, как и в Москве, привезет к удивительным результатам. Нет, ирония вообще не мемецкая. Да, я задам... Это как акцентованный наблюдатель. Да, я задам... Конечно. Мобильная группа я поеду. Ты есть в Ярославле, да? Да. Конечно. Только что сегодня меня моя напарница записала, причем, более того, я не успевал поехать в общественную приемную. Кандидат, за которую голосовал Михаила Прохорова, она меня записала, там, взяла какие-то данные, и все, и поеду. Мобильную группу, то есть мы будем ездить по Ярославле. Более того... Вопрос, вопрос-то где провокационный? Провокационный вопрос, вы на него ответили, судя. Почему вы не едете туда? Нет, нет, нет. То есть вы будете только злорадствовать. Злорадно. Да, и химичить, и говорить, что вот, туда поехали, ничего не получилось. А потом тебе поставим небольшой монумент. Потому что ты часто ходишь в церковь, и поехал в Ярославль. Не прекратите. Мне кажется, что вообще... Я согласен, кстати. Это классная вещь. Поехать в Ярославль, очень красивую старую. Более того, я вам скажу, что у меня там есть домик. Я в Соскобости, да. Еще лучше. И домик у тебя там есть. Третий повод для памяти. Хорошо. Еще третий. Про домики, про домики, про домики. Вот эта вот история, история с наблюдателями, история с наблюдателями, которая стала абсолютным плодом вот этого декабря. Да. И с одним из многочисленных последствий декабря, как разные всяческие организации, такие-сякие организации. За честные выборы. За честные выборы. Лига избирателей. Лига избирателей, да. Организации за честные дороги, организации за честные, не знаю, общепиты и так далее. Большое количество организаций, как грибы, после дождя появились после декабря. Вы, по-моему, в Большом городе еще в конце декабря делали такой обзор их, да? Там этот... Росъяма навальновская. Ну, имеющий отношение к навальному. Да, да. Голоса действительно очень много, и за последнее время они только... И это хорошо. Да, и это... Я бы сказал, что это единственное хорошее, что произошло за последние три года. О, все-таки минутка позитива. В смысле, у нас позитив прет. Нет, я не заметил. У вас все плохо. Потому что ты не смотришь. Вернешься в Ярославле, поговори, малыш. Когда увидишь, что там... Так вот, один из таких проектов, это проект, который называется «Дом, дворы, дороги». Да, это вообще, мне кажется, одна из лучших историй. Который посвящен на сфере жилищно-коммун... Как это? Жилищно-коммунальных услуг. Жилищно-коммунального хозяйства. И мы попросили ребят, которые делают этот проект, специально для программы «Дзитко-3» рассказать, что, собственно, чем они конкретно занимаются для того, чтобы упростить общение людей с чиновниками ЖКХ. Да и просто как улучшить жизнь. Два слова еще. На марте. Очень важно, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что частные люди просто так вдруг решают своими руками что-то начать менять. На деньги в гости, разумеется. Да, и вдруг это начинает получаться. И вот пример этого сайта, который ужасно хочется всеми возможными способами рекламировать и раскручивать, это пример именно такой частной инициативы, с которой вдруг что-то начинает получаться. Давайте посмотрим, собственно, те люди, которые делают этот сайт, сейчас специально для программы «Дзитко-3» расскажут, с чем конкретно они сталкиваются. Домдородороги.ру это проект по наведению порядка в сфере ЖКХ и городской инфраструктуры. Начался он очень просто, с конкретно моей проблемы. В моем дворе были столбики на бесплатной парковке, то есть жители сами для себя забронировали эти места. Я добился того, что их демонтировали, теперь там могут парковаться совершенно кто угодно. Алгоритм решения проблем очень прост. Вы берете, копируете типовое заявление с нашего сайта, затем заходите на сайт интернет-приемный, ссылки на которые также даны на сайте, и вставляете. Таким образом отправляете заявление и через 37 дней ждете ответ, положительный ответ о решении своей проблемы. Что происходит после того, как ваше обращение было получено надзорным органом? Инспектор организует выездную проверку, выявляет все факты нарушений, которые есть в вашем доме или на дворе, и выдает предписание, не штрафует ответственную организацию. И что очень важно, то, как должен выглядеть наш подъезд, строго регламентировано в объемных правилах и нормах технической эксплуатации жилого фонда. И они сводятся к тому, что все должно быть идеально. И вот эта степень идеальности отлично продемонстрирована в одной из статей, которая гласит, что обслуживающие организации должны до блеска, так и написано в законе, до блеска, натирать металлические детали входных дверей, то есть петли, ручки и так далее. Вот так. Результатом нашей работы стало получение около 1000 ответов надзорных органов по поводу решения конкретных проблем. Как касаемо моего дома, Диминого дома или других жителей. То есть нам пишут жители с сайта различных городов, мы им помогаем в решении. Ну да, и вы получите примерно вот такой ответ, где будет написано, что чиновники оштрафованы, выдано написание все отремонтировать. И вот за этот промежуток времени я направлял уже столько заявлений, что в администрации города на итоговом совещании обсуждали такого Дмитрия Левенца, который вот завалил их обращениями. Были очень недовольны. Но самое главное, что у меня в доме, во дворе действительно отремонтировано и приведено в порядок буквально все, что только можно. Даже из подвала вывезли какой-то склад. Там был я, его нашел, или его там нет. И вот домотвордороги.ру это не сколько и не только проект по наведению порядка в ЖКХ, сколько такой механизм построения гражданского общества. То есть люди через такие вот элементарные действия включаются в контроль за властью. И это очень важно, мне кажется. Спасибо. 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 Спасибо.